МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Осенью прошлого года 9-летняя девочка пропала, возвращаясь со школы. Через три дня ее тело со следами насилия было обнаружено на пустыре. Осужденный ранее уже имел судимость за покушение на изнасилование, но был освобожден условно-досрочно. Интерфак сообщает, суд Южно-Казахстанской области вынес приговор теперь уже бывшим сотрудникам полиции. Подсудимые признаны виновными в пытках и осуждены на срок от 1,5 до 3 лет. Чтобы улучшить показатели, полицейские избили жителя села Акбастал, вынуждая его признаться в преступлении, которого он не совершал. А потом, чтобы скрыть содеянное, передали потерпевшему 200 тысяч тенге в обмен на показания о том, что он оклеветал обидчиков. Интерфак сообщает, в Караганде в отношении двух инспекторов УДП возбуждено уголовное дело за злоупотребление должностными полномочиями. Водитель должен был местному жителю более 200 тысяч тенге. Кредитой решил прибегнуть к помощи своих знакомых, работающих в дорожной полиции. Старшина и старший сержант обманом взяли у водителя документы для проверки, а сами передали их знакомому. Еще одно сообщение от Интерфакс Казахстан. Взяточничество является наиболее распространенным видом преступлений, которые совершают сотрудники налоговых органов Казахстана. При этом сумма взяток варьируется от 1000 до миллиона тенге. Среди выявленных преступлений, как правило, получение взяток за выдачу тех или иных документов или несовершение встречных проверок. В прошлом году было выявлено свыше 900 преступлений в налоговых органах республики. И к местным событиям сотрудники оперативных служб ТЧС провели сегодня учение в районе Жилгородского пляжа. По сценарию помощь понадобилась жителям ночного массива, которые оказались заложниками весеннего половодия. Генеральную репетицию по спасению тонущих провели 40 человек и 8 единиц спецтехники. Незавтра Киева побывала на месте событий. По сценарию учения в эпицентре весеннего паводка оказались 7 жилых домов, в которых проживают 15 человек. Терпящих бедствия людей нужно было переправить на другой берег. Спасатели последовательно оказали помощь пострадавшим. Эвакуировали их в безопасное место. В ходе специальной разведки также выяснилось, что два подростка ушли в неизвестном направлении. Спасатели начали их поиски. Будет оказывать 15 жителям помощь. Двоих, оказавшие в воде, будут извлекать из воды. Такой замысл. За сколько времени должны спасатели стараются? Оперативно. Есть время золотого часа. Как быстрее, как получат сигнал, они оперативно прибывают на место в чрезвычайной ситуации и проводят спасательные работы. Один подросток провалился в полынью. Водолазная группа при помощи спасательной доски спасла подростка, барахтающегося в воде. В ходе дальнейших поисков нашли тело другого утонувшего подростка. Его со дна реки достали водолазы. Актуальность, тактика специальных учений по спасению людей на водных объектах обусловлена именно предстоящим половодием. Во всех опасных зонах будет организовано круглосуточное дежурство. Население уже ознакомлено с правилами поведения в период половодия посредством памяток, где указаны номера телефонов экстренных служб. Все принимаемые меры должны помочь благополучно пережить паводок, избежать жертв и сильных разрушений. Лиза Ацакеева, Жаслан Жубаев, программа «Факт». В Актюбинской области в предстоящем учебном году станет гораздо больше первоклашек. Это связано с внедрением 12-летнего образования. В связи с этим, как было отмечено сегодня на сессии областного маслехата, необходимо открывать профильные школы и классы, сокращать количество аварийных школ за счет строительства новых и проводить срочный набор преподавателей английского языка в начальные классы. Акмарал Майкозова продолжит. Аварийные школы – одна из главных проблем актюбинского образования. Их в области более 10. Однако уже в этом году эта цифра должна значительно сократиться. Сейчас за счет средств местного и республиканского бюджетов строится 19 школ. 14 из них будут открыты до конца года. Таким образом, ученики семи аварийных школ переедут в новые. Однако помимо этого существуют еще 53 предаварийные школы. Их ремонт требует миллиардов тенге. Таким образом, требуется строиться семи новых школ и котель на общую сумму 3,9 миллиардов тенге. Также с учетом потенциала региона необходим капитальный ремонт и причем срочный 44 школы на сумму 1,7 миллиардов тенге. Отдельная тема – переход на 12-летнее образование. Сейчас эта система действует далеко не во всех школах, но с ее повсеместным внедрением возникает вопрос с оснащенностью. Речь идет как о материально-технической базе, так и о квалифицированных кадрах. Переход на 12-летнее образование обещает быть весьма непростым. К примеру, с 9 до 17 тысяч увеличится в этом году количество первоклашек, поскольку в школу теперь будут принимать детей с 6 лет. Помимо этого, 12-летка требует открытия, если не профильных школ, то хотя бы профильных классов. Для этого, как было решено на сессии, в этом году в регионе будет открыто 16 профильных школ, а в 23 будут открыты профильные классы. Также в 65 школ области требуются, причем срочно, преподаватели английского языка в начальных классах. Сказано также было и о техническом, и о профессиональном образовании. Здесь существует проблема оснащенности учебных заведений современным обучающим оборудованием, а также учебной литературой, в том числе на государственном языке. Помимо этого, необходимо строительство общежитий в 10 колледжах. Также предстоит провести прогноз потребностей рынка труда и требований работодателей, чтобы знать точный спрос на кадры. Акмирал Майкузов, Алексей Уразов, программа «Факт». Во второй день визита в нашу область министр сельского хозяйства Аслжан Маматбеков посетил сельскохозяйственный колледж. Наставники будущих ветеринаров и агрономов рассказали столичному гостю о современной методике преподавания и тесном сотрудничестве с сверхозпроизводителями региона. Во второй день рабочей поездки в нашу область Аслжан Маматбеков удостоил вниманием коллектив сельскохозяйственного колледжа. Правда, преподавателям и студентам одного из старейших учебных заведений региона пришлось ждать высокого гостя целых два часа. На назначенное на 9.30 утра мероприятие чиновник прибыл в начале 12-го. В настоящее время в стенах вуза знания получают 1400 воспитанников. Освоенный теоретический материал ежегодно подкрепляется практическими занятиями на крупных сельхозпредприятиях. Причем потенциальные работодатели сами просят руководство колледжа предоставить им без пяти минут агрономов, ветеринаров или зоотехников. Показавшие себя с лучшей стороны студенты обеспечиваются постоянной работой. В настоящее время многие районы спрашивают, в основном это те партнеры наши, которые спрашивают, это крестьянское хозяйство, фирмы, откормочный комплекс, сейчас уже, вот они заинтересованы в наших специалистах. Сейчас наиболее востребованы это зоотехники, ветеринарные врачи, фельдшеры основные. На вопрос представителей колледжа о том, что даст визит столичной делегации, Аслжан Мамутбеков ответил, неплохо было бы организовать здесь фермерские курсы, но прежде необходимо ознакомиться с материально-технической базой. Министр также посоветовал студентам хорошо учиться и попытаться достичь в этом деле больших высот, потому что на развитие сельского хозяйства с каждым годом выделяется все больше и больше денег, а специалисты отрасли стране были нужны во все времена. Все зависит от каждого. Это не обязательно где-то надо учиться в хороших заведениях. Есть много фактов, такие как ломоносов, которые жили в глубинке, учились где-то там в селе, но получились мирового уровня ученые и специалисты. Поэтому все зависит от человека, от его возможностей. Через неделю в колледже ждут очередную партию гостей. На этот раз это будут не чиновники, а зарубежные специалисты. Немецкие аграрии организуют для студентов и преподавателей краткосрочные обучающие курсы. Айсул Махмутова, Александр Людиновский, программа «Факт». Как системы видеонаблюдения решают вопросы безопасности в общественных местах? Сегодня об этом шла речь на специальном семинар-совещании с участием представителей местной исполнительной власти и руководителей Департамента внутренних дел. В частности, предметом обсуждения стали объекты предпринимательства, которые планируются обеспечить камерами наружного видеонаблюдения. В списке претендентов более 200 предприятий общественного пользования. Кафе, рестораны, торговые дома, развлекательные центры и рынки. В последующий день установлено по городу 48 видеокамер. Из них по 17 в настоящий время не работают. Вместе с тем, в прошлом году в Акиме мы области были выделены 100 миллионов тенге. Сейчас на 100 миллионов тенге мы приобрели 70 камер, хороших камер. И места мы уже сейчас определили, где будем установить места. И она говорит, вот сейчас-всейчас будем их устанавливать. Они места, где перекрестка будет стоять. О других событиях дня мы расскажем сразу после короткой рекламы. Продолжив выпуск, аксюбинские эпидемиологи строго-настрого запрещают здороваться за руку. И не потому, что им не по душе этот древний жест благорасположения, а потому, что от тесных контактов лучше воздержаться до середины апреля, когда угроза гриппа пойдет на спад. По сравнению с прошлым в этом эпидемиологии, количество переболевших ОРВИ снизилось в полтора раза. А из-за гриппа на карантин не была закрыта ни одна школа или детсад. Однако, радоваться в преддверии Бескунака, весенней обманчивой погоды, а также науры за предполагающего массовое обнимание, еще рано говорят специалисты. Столь необычное заявление специалисты сделали сегодня во время озвучивания предварительных итогов по ОРВИ и гриппу. Эпидемиологи не стали скрывать свою радость. Наконец, количество в их работе перешло в качество. Уж сколько выступлений было прошлым летом и осенью на тему профилактики простудных заболеваний. В итоге против гриппа привилась рекордная, с точки зрения медиков, 71 тысяча актюбинцев. При этом каждый второй сделал прививку за свой счет. Там и дети, и беременные, и ослабленные, и многоболеющие медицинские работники. Это составляет 9,1% населения нашей области. Это рекомендуем ввозом цифры. На тот был эпидемиолог, что 10% привитых будет, будет иммунная прослойка среди населения, и заболевания как таковой мы к этому достигли. Потому что всего заболел у нас 12 человек гриппом. А заболевание в ОРВИ у нас слилось аж полтора раза по сравнению с тем эпидемиологом. Однако радоваться в преддверии без кунака весенней обманчивой погоды еще рано. К тому же впереди наурыз, когда начинаются массовые обнимания и рукопожатия. Это и тревожит эпидемиологов, поскольку в порыве дружелюбия запросто можно заразиться ОРВИ, а то и гриппом. Но и здесь специалисты, похоже, нашли выход. Он прост и оригинален. Нам вообще надо перестать заразиться за руку. Все болезни передают через грязную руку. И тот же грипп, тот же ОРВИ, тот же гепатит, острые кишечные инфекции. Сейчас есть же традиция. Раньше, насколько я читал, я этим вопросом занимался, если человек сидит на лошади и внизу человек стоит целом, он же не потянулся или не опускался, чтобы за руку заразиться. Это все дела. Просто же можно поприветствовать рукой, поклону головы и приложить руку к сердцу, пускать салам алейкум, где там салам есть. Напоследок специалисты еще раз напомнили, в случае первых симптомов ОРВИ и гриппа следует идти к врачу, а не заниматься самолечением, которое может дать серьезные осложнения. Акмарол Майкузов, Алексей Уразов, программа «Факт». С дипломом «Село» в этом году порядка 150 выпускников Западно-Казахстанского медицинского университета получат направление в райцентры и отдаленные аулы. Сегодня в ВОЗе состоялось предварительное распределение, на которое съехались представители медучреждений со всего западного региона страны. Сегодня в зале яблоку негде упасть. Без пяти минут врачи собрались на предварительное распределение. Медуниверситет в этом году выпускает 500 человек. Большинство студентов обучались за счет образовательного гранта и сельской квоты. Пятикурсник Петр Султанов один из них. В июле получит диплом по специальности организатор здравоохранения. И поедет работать в Мартук. Я думаю пойти в поселок, в родное село, работать в район, так как при поступлении на первый курс я поступил по гранту. И по сельской квоте, а кто поступает в сельской квоте, мы подписываем договор о том, что мы будем отрабатывать три года в своем родном районе. Из 500 выпускников 360 заканчивают лечебно-педиатрические и стоматологические факультеты. Остальные – бакалавры по специальности общественное здравоохранение, формация и сестринское дело. В отличие от лечебников, обучаются в медицинском всего пять лет. Многие выпускники мечтают остаться в городе. Одни горят желанием работать на скорой, другие стремятся в частные клиники. При этом в сельские больницы ежегодно направляют 30% новоиспеченных медиков. То, что ты едешь в аул, тебя не пугает? Нет, но я рождением сам оттуда рожден. Я сам видел проблемы, которые можно решить и помочь чем-то. Чем человек приезжает из города, который не знает саму ситуацию, человек, который живет там, он более справится, я думаю, с этим. В настоящее время по западному региону не хватает около 2000 врачей. В нашей области – 250. И наиболее востребованы педиатры – детские невропатологи, фтизиатры и неонатологи. Лейла Дельшинова, Жаслан Жубаев, программа «Факт». Сегодня команда «Октубе» принимала на своем поле карагандинский «Шахтер». Это первая в наступившем сезоне домашняя игра, которая на этот раз прошла на стадионе Десуша по футболу. Поле центрального стадиона пока не готово к приему игроков. Трибуны, рассчитанные на 3000 мест, были переполнены. При этом часть зрителей так и не смогла попасть на футбол, оставшись по ту сторону забора. И это несмотря на то, что первая в этом сезоне домашняя игра проходила в рабочий день и стартовала в 15.00. На 15-й минуте первого тайма гол ворота хозяев забил полузащитник «Шахтера» колумбийский легионер Роджер Канес. Ответный мяч в ворота карагандинцев отправил полузащитник «Октубе» Александр Гейнрих. Во втором тайме два гола гостям забили Марат Хайрулин и опять же Гейнрих. В итоге 3-1 в пользу «Октубе». Такова информационная картина дня. Я с вами прощаюсь. Всего доброго.